Денис, привет. Привет, рад тебя видеть. Как дела? Отлично. Сегодня мы в гостях в офисе компании Nexine. Расскажи, чем вы занимаетесь? Компания Nexine разрабатывает софт для телеком индустрии, для телеком операторов. То есть, если вы когда-нибудь пользуетесь интернетом, отправляли смски, звонили, то вы почти наверняка сталкивались с продуктами нашей компании так или иначе, потому что они стоят у очень многих операторов связи, и не только в России, но и по всему миру. Покажешь нам, как это все устроено? Да, отлично, пойдемте. Может быть, лимонадику? Да, с радостью. Отлично. Прошу. Как давно вы в этом офисе? В этом офисе в Владилостоке мы из 2011 года. Мы были все время в этом здании, Fresh Plaza в центре города, с отличными видами, но перемещались из одного офиса в другой. Вот этот офис открылся совсем недавно после переезда, и тут у нас совсем недавно был ремонт, и вот он еще не совсем обжит, но в целом совсем новенький, чистый. Да, вас здесь очень уютно. Расскажи, что за зеленые точки на карте? Ну, это наши места силы, с чего мы начнем наше мировое господство. Компания Nexine расположена в разных городах России, конкретно в девяти городах, и это наши офисы, вот есть, причем не только в России, есть офис в Дубае, Владивосток, Питер, наш, наша альма-матер, Москва, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний, ну и другие города. Простите, кого забыл. Масштабно, не терпится увидеть рабочие места. Пойдемте, я вам все покажу. Ну, это наш основной рабочий кабинет, наше главное рабочее пространство здесь, в Владивостоке, то есть часть мест забиты за какими-то сотрудниками, часть мест, мест свободный, наш, так называемый, фридеск, то есть ребята, работающие из дома, если хотят прийти в офис на пару дней, они на нашем портале бронируют себе место, приходят и работают из офиса, потом место снова освобождается. Сколько человек в штате в Владивостоке? В Владивостоке 60, в Nexine вообще 1800. А у вас в команде больше интровертов или экстравертов? Ну, судя по тому, что у нас процентов 80 сотрудников работают из офиса и из дома и в офис не приходят вообще, я бы сказал, что больше интровертов, но вообще хватает и тех и тех, у нас в целом веселые ребята и веселый коллектив. Как много девушек, есть программистки? Да, девушки-программисты есть, вот, например, можете посмотреть на нашу Таню, как минимум один. Таня по машинам рукой. Да, ну и в целом у нас генеральный директор девушка, поэтому давайте передадим ей привет. Наталья, привет тебе из Владивостока. В каких форматах вы проводите обучение сотрудников? Обучение у нас поставлено, я бы сказал, на широкую ногу. У нас есть своя академия, то есть ребята развивают soft skills, hard skills, много курсов. Есть, ну, внутренние метапы, внутреннее обучение по продуктам, есть разговорные курсы по английскому, есть возможность пойти на внешние курсы и оплатить из, там, специального пакета, про который мы вам расскажем немного позже. Там обучения у нас много, оно идет постоянно, непрерывным потоком. А что сделать, чтобы попасть к вам в команду? Надо прийти на собеседование. Мы берем всех, ну, не берем всех, то есть мы берем и студентов. У нас регулярно в команде были ребята, которые приходили еще на последнем курсе и доучивались, там, последний год. Есть ребята, которые приходили уже опытные, то есть мы готовы всех рассматривать. Когда у нас есть вакансия, наши чары приводят нам. А в каких городах Дальнего Востока вы еще представлены или планируете открывать офисы? Открывать офисы в других городах не имеет смысла, потому что у нас есть такая программа, которая называется Фридеск. То есть ты можешь пометить себе, как работу по удаленке, работать из любого города Приморья. То есть у меня в команде есть парень, который работает из находки постоянной, в офис не приходит вообще. Я, например, во время отпуска, там, или просто мог уехать, там, на несколько месяцев работать от родителей из другого города. Поэтому у нас большой край, и компании, в общем-то, неважно, работаешь ты из Владелостока или из другого города. А что подразумевает программа релокации? Ну, смотрите, компания большая, тут у нас самый маленький, но самый стронг филиал. Вот, есть другие филиалы, ну, большие в Москве и Питере, понятно. То есть ребята, которые хотят приехать, например, в Москву или Питер, могут подыскать себе компанию, ну, команду, которая будет в них заинтересована. Но если там дальше будут заинтересованы в нем, то человек переезжает, а если в нем очень заинтересованы, то могут даже помочь с переездом, там, со всеми вытекающими. А для кого вы делаете продукты? Кто конечный пользователь? Ну, как я уже говорил, мы делаем софт для телеком-операторов, то есть все, все большие телеком-компании, которые дают услуги связи, пользуются нашими продуктами в той или иной степени. Сегодня ты в фирменной футболке компании Nexine. Расскажи про вашу имиджевую продукцию, что в ней еще есть? Смотрите, у нас есть наш корпоративный портал. В рамках корпоративного портала есть наш магазин внутренней мерча. То есть за внутреннюю валюту, которую мы тут друг другу раздаем, благодарим друг друга за помощь, можно приобретать мерч. У вас в офисе есть лисы с QR-кодами. Для чего они? Лисы с QR-кодами — это обратная связь по офису, молниеносная, чтобы можно было передать благодарность и просьбы, идеи по улучшению, чтобы офис становился еще лучше и удобнее. А на цветах QR-кодики — это для того, чтобы узнать, что это за цветок, как за ним ухаживать и вообще, что это за растение такое. Давай поговорим о стажировках и новых сотрудниках. Давай. Расскажи, пожалуйста, как часто ребята попадают к вам в команду? Ну, сейчас у нас стажировки обычно проходят каждый год, ну, то есть летняя стажировка. Но в целом в команду к нам попадают ребята регулярно, потому что мы периодически набираем людей не только через стажировки, но и через собеседование. А как вы определяете, по каким направлениям вам нужны стажеры? Ну, смотрите, у нас здесь несколько команд, которые занимаются каждой своими технологиями, своими продуктами. Если им нужны люди, тогда они дают знать нашему HR. HR где-то набирает людей, отбирает их и предоставляет на стажировку. Они приходят к нам. Сколько она длится? Два месяца. Ну, месяц-два, там, в зависимости. Стажировка оплачиваемая? Да, да. Ребята получают за это дело деньги. Звучит двусмысленно. Получают деньги. С какими знаниями, с теком технологий должны прийти к вам ребята? Ну, смотри, как я уже говорил, это наш филиал, это цитадель саппорта. Вот, в основном мы поддерживаем операторов, у которых очень большие объемы данных, поэтому наш основной инструмент — это, конечно, SQL. В основном мы проверяем его. Ну, в зависимости, опять-таки, от команды, которая набирает людей, но в основном это SQL. Вот, немного Linux, но все остальные технологии, там, языки программирования, знания будут просто плюсом дополнительным. После стажировки все уберете на работу? Ну, там как повезет, конечно, то есть стажеров мы набираем больше, чем есть мест, но если появляются толковые ребята, наши HR берут их на карандаш, ну и дальше, не сейчас, но, может быть, потом место обязательно найдется. Что бы ты мог посоветовать с нашим студентам, которые задумываются о том, как начать профессиональную карьеру, стажировка, работа, когда нужно ее искать? Ну, смотрите, мы постоянно сотрудничаем с лузами, поддерживаем там различные олимпиады для программистов, и то, что мы всем всегда говорим, ребята, главное, будьте активными, двигайтесь вперед, изучайте новые технологии, растите над собой, и у вас обязательно все получится. Вот. Спасибо. Покажешь, как проводите перерывы в рабочем доме? Да, пойдемте, сразу покажу. Вот наша уютная комната для спорта и релакса, ну и для детей немножко. Здесь наше массажное кресло, самый популярный в офисе агрегат. Вот, немного для йоги. У нас есть онлайн-йога, спорт инвентарь. А здесь мы отдыхаем. Какие активности у вас есть для формирования дружной команды NextSign? Смотрите, активности много. Если такие активности, которые проходят каждый год, то у нас проходит летом день здоровья обязательно, то есть команды выезжают куда-нибудь, ну, офисы, выезжают куда-нибудь на природу, там, где, ну, чтобы оздоровиться, что-нибудь, какие-нибудь такие активные, активные активности. Ну и с димой, естественно, Новый год. Плюс у нас в этом году была большая активность. Нашей компанией было 30 лет. У нас почти все офисы вывезли в Питер. Там был большой праздник, там, коллеги в первый раз многие увидели друг друга вживую, а не там по телефону и через скайп. Вот, поэтому есть много других активностей. Опять-таки йога, про которую я вам уже рассказывал. У нас есть, ну, там, есть книжные клубы, есть всякие разговорные клубы. У нас там проходят дни настолок. Недавно был день кино. Ну и активности довольно-таки много. Вот. Денис, а как давно ты в компании? Я в компании с 2015 года. И что тебе нравится в своей работе больше всего? Мне нравится работа саппорта. Это довольно-таки интересно. Я пришел сюда из эксплуатации. Здесь я саппортер. И с работой саппорта это как все упало, все куда-то побежали, все пытаются найти проблему. То есть немного от Шерлока, немного от супергероя, что-то вот, что-то такое. То есть, ну, это интересно. Я знаю, что вы предлагаете расширенный социальный пакет. Можешь ли сказать, что туда входят какие-то личные бонусы у вас есть для сотрудников компании? Да, смотрите. Помимо всех благ, которые предлагает компания, в принципе, ну, стандартные, там, ДМС, стоматология и прочее, у нас есть такая штука, которая называется кафетерий. Кафетерий – это такая сумма, которую ты не можешь забрать деньгами, но ты можешь ее потратить на себя, чтобы стать лучше, отдохнуть или, ну, чтобы расти над собой. В общем, компания позволяет тебе за тех денег оплачивать курсы на обучение. Ты можешь расширить свой ДМС на своих родственников, детей, там, жену, брата, там, ну, кого угодно. Вот, ты можешь покупать на нее софт. Если ты работаешь по удаленке, ты можешь себе поменять компьютерный стол, компьютерное кресло, сделать себе уютный офис дома. Ты можешь покупать себе инвентарь для спорта, оплачивать себе абонементы, билеты в кино, можешь даже путевки во время отпуска с этой суммы оплачивать. То есть тратишь, как хочешь, в конце месяца, если ты не потратишь, она сгорит, но обновится снова. Дается на месяц? Год, год, да, прости. Просто если такие возможности открываются для людей каждый месяц, то это отдельный уровень. Ну, понятно, ну, сумма, сумма хорошая, ну, не бесконечная, конечно, а жаль. Я знаю, что вы поддерживаете студенческие мероприятия для разработчиков, разные конференции, везде-коды и так далее. Зачем вам это нужно как компании? Ну, во-первых, это все нужно для того, чтобы искать толковых ребят, чтобы их было больше, потому что, как это ни странно, найти хороших сотрудников очень непросто. Вот, поэтому мы стараемся участвовать во всех, ну, таких мероприятиях, поддерживать везде-коды и прочее, что вы сказали. Плюс мы проводим свои мероприятия по обучению. У нас есть проект Bootcamp, в котором мы читаем для студентов курсы, ну, там, в зависимости от филиала и его направленности. Ребята собирают свои компетенции и рассказывают молодым будущим сотрудникам о том, как лучше построить карьеру в IT и прочее. Спасибо за интересный день, у вас очень приятная и уютная компания, классный офис. До встречи, надеюсь, что мы будем готовить для вас еще много классных, замотивированных сотрудников. Пока, приходите к нам еще, приводите своих студентов, они нам нужны. До встречи, надеюсь.